Здравствуйте, с вами FreeMister и игра When the... Я хотел сказать When the end will happen. Вы знаете, я уже говорил эти вещи некоторым людям, но для тех всех, кто этого не слышал, скажу вот что. Своеобразную какую-то вещь сказал один мой парень, с которым я работаю. Что-то я туплю, погодите. Короче, я работаю с одним парнем у себя на работе, и он съездил в Японию. А съездив в Японию, ну-ка, что здесь написано? Хм, это похоже не план города, а в смысле на план города. Ага, то есть я могу отсюда телепортироваться к магазину, к мэру, на городскую площадь также и перед таверной. Понятно, понятно. Хорошо. У нас есть новый вариант телепортации. Что это такое? Чувство, как будто... Господи. А, нет, это всего лишь лист. Это всего лишь лист. Ну что, вы все хотите услышать, какой ужас, мне кажется, вот здесь? Все, кто слишком нервные и всякие, впечатлительные люди, заткните уши на несколько минут. Можете на время всей игры, но суть не в этом. Короче, мне кажется, что эта птица похожа на ворону, а учитывая, что она валяется и никуда не девается, такое чувство, что ее еще и раздавило телегой. Я же говорю, у меня больное воображение. Вернее, я этого не говорю, но теперь говорю, неправда ли. Так вот, что я вам, собственно, хотел сказать. Да, этот парень ездил в Японию. Видимо, богатый парень, в отличие от меня. Он, значит, ездил в Японию и в результате, собственно говоря, сказал следующую фразу, что вообще-то русскоязычные люди вполне могут говорить без акцента как на японском, так и на английском языке. Насчет японского я ничего не знаю, но насчет английского, что, ну, якобы у нас в языке есть все звуки, но вот меня, например, поражают такие названия игр, как, например, Empire Earth. Вот, ну, я всем это говорил, конечно, тысячу раз, но все-таки как же сложно понять, как именно стоит произнести Empire Earth. Все-таки слово такое непростое, поверьте мне на слово. Наверняка меня смотрит и слушает, ну, тот же самый Ивар, который, у которого с английском все в тысячу раз лучше, чем у меня, и он скажет, да ты болван, да что ты несешь, ни разу неправда. Ну, что же, а может быть, он так и не скажет. Мол, здравствуйте, можно вас отвлечь на минутку? Кристианин такой, эээ, ну, только на минутку, ладно, а что вам нужно? Эм, я ищу проводника, чтобы он провел меня через болото. Вы не могли бы мне чем-нибудь помочь? Эм, сожалею, у меня нет времени бродить по лесам. Я даже не знаю, кто в это время смог бы вам помочь. А что происходит в последнее время? Ну, видите ли, пропало много людей. Ага, да. Некоторые рассказывают о призраках, которые являются в нашей окрестности. Вряд ли вы найдете себе пропутчика. Ну, до свидания в таком случае. Как это невежливо со стороны, а Гавайи... Ну, вряд ли вы найдете себе... Так, все, стой, до свидания. До свидания, я сказала. Здравствуйте, парень. Что вы, собственно, тут делаете? Кстати говоря, если кто-нибудь припомнит игру, как она, черт побери, называется только, Черное зеркало первое. Там, по-моему, как раз парень всячески рубил поленье. Вот, собственно, то же самое, что делает этот парень. Вот, он, собственно, рубил поленье. И как раз, по-моему, тогда я сказал, что я хотел бы, чтобы эта игра все-таки была не квестом, а RPG. И мне было бы очень приятно в нее играть. Ну, вот что-то подобное мы здесь и видим. Парень почти точно так же рубит поленье. Правда, делает это гораздо менее медленно, что мне, в принципе, меньше нравится. Тот парень рубил поленье все-таки поприкольнее. Здравствуйте, можно кое-нибудь что у вас спросить? Ну, не отвлекайте меня, когда я... Что? Когда я порежу себе руку? Не отвлекайте меня, когда я порежу себе руку, вы знаете. В общем, то буду очень зол. Ну, да, понятно. В общем, его отвлекать якобы совершенно не зря, хотел сказать. Вообще, я очень-очень редко рублю поленье, но иногда этим занимаюсь. Меня научил мой друг Сергей в каком-то смысле. Ну, вернее, он не то, что меня научил, там, учиться-то особенно нечего. Но он меня научил, что, во-первых, нужно бить уже, а не сомневаться. Потому что до этого я как-то размахивался, бил со всей дури, и потом перед самым поленом приостанавливался немножко. И так бил, так слегка. Тик! Вот, а вот если бить со всей дури, то, конечно же, толку будет гораздо больше. Здравствуй, лошадь! Ты странная. Я хотел бы тебя угнать, но не буду, окей. Не буду конокрадом. Ну вот, а когда я ездил в Крым, то там тоже пришлось рубить поленье. И я даже вот более-менее приноровился. И помню, некоторые люди даже всячески смотрели, вот как я вот это делаю. И мне было приятно, вот смотрят, как я рублю эти полечки. Вот, прикольно. Вот, собственно, что у нас здесь? Здесь ничего интересного! Да что ты говоришь? Ничего интересного, здесь ничего интересного. Ничего интересного, здесь я не вижу ничего интересного. Я не вижу ничего интересного, интересного ничего нет. Ух ты ж, ё! Что? И сейчас она такая, я ничего не вижу. Я думал, я не вижу ничего интересного. Странно, почему у меня есть вообще возможность заглядывать в чужое окно? Я ничего не вижу, да. Ничего интересного. Бррр! Что за бред? Мне даже показалось, что этот парень с мечом на время остановился только потому, что ему надоело, как я пялюсь на его дом. Слушай, парень, что ты мне скажешь? Может, ты умеешь чему-нибудь меня учить? Ну да, да. Ты, 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 ты просто, у тебя отличный как-то Nice moves, boy! Что здесь происходит? Я тренируюсь. Я Гайвор, охотник. Я ищу проводника, чтобы пройти через болото на север. Я совсем не знаю этих болот. Не раз... Что-что? Но раз вы такая храбрая, что думаете о болотах, то вы сможете легко мне помочь. Чем я могу вам помочь? Дорога... Уже долгое время я выслеживаю... Кого? Животное! Но оно постоянно убегает от меня. Что если вам выследить его вместе? Да, я полностью готов на это. Я принимаю бой, в смысле квест. Отлично! Сначала мне кое-что надо уладить. Встречаемся у городских ворот Милдрюк! Угу, очень хорошо, очень хорошо. Действительно, давайте выследим животное! Интересно все-таки, что это за животное такое в будущем? Было бы узнать это очень хорошо. А, здесь нет ничего интересного. Все еще. Не вижу ничего интересного. Все еще. Не могу заглянуть в это окно. Все еще. Погоди, в эти бочки ты можешь заглянуть, а в это, похоже, нет. Не знаю. Скорее всего, нет. Здесь, кажется, можно войти, но я думаю, вот что мы сделаем. Мы попробуем действительно разобраться с этим квестом пока что. Почему бы и нет? Это животное! Из меня, Сосина, сдало! Шучу, шучу. Сосин забыл, что же я еще хотел вам, черт побери, рассказать? Разве что я хотел пожаловаться на то, что в этой игре нельзя ездить на лошади, но жаловаться тут как бы не на чем и не на чем. Самый лучший русский язык во всем мире. Собственно, что хотел? Да, ездить лошадь. Да, точно, меня всегда поражало, что Моровинт еще и чувствовал себя обязанным извиниться за то, что у него нет лошадей, сказать, что ой, извините, тут в Моровинте нет лошадей. Но возможно это было, потому что в Даггерфоле они все-таки были, черт его знает. Ну что, можем идти? Да, черт побери, пойдемте. Хочу, нет, погоди, давай я сохранюсь. Вот, а теперь можем идти. Все, идем. Ой, черт, что ты сказал? Погоди еще раз. Нам надо спешить, пойдемте на юго-восток. Юго-восток. Восток справа, юг снизу. Ну пойдемте на юго-восток. А, черт, и сразу бой, разумеется, разумеется. Черт побери, а этот парень силен? У него 120 ОЗ, простите за выражение. Стоп, а могу ли я его лечить курицей? Нет, не могу, жаль. Ну или просто ему нужно потерять определенное количество здоровья. Какие у него есть удары? У него есть быстрый удар-выпад, у него есть порез, я так понимаю, он, да, он гораздо более медленный. Такой же, как порез, у него есть голову с плеч. Очень интересно, эти удары ничем не отличаются. Ну-ка, простой удар, а это что? Быстрая атака. А, оно вызывает кровотечение. Понятно, она меньше наносит, но вызывает кровотечение, понятно. Это что такое? Бомбар, какая-то хрень, вернее, избирает 40 хода. Не понимаю, особая какая-то там атака, вызывающая все еще кровотечение, понятно. тихоня, вот что-то такое. Особая все еще атака пронзает броню, врага вызывает кровотечение. Понятно, у тебя есть броня, у тебя нет брони, бей своей быстрой атакой, и ты тоже бей своей быстрой атакой, может быть, мы его скоростью завалим. Скорее всего, на самом деле, так и будет. Да, скорость форела. Черт побери, ты называешь себя охотником, ты больше похож на какого-то, ну, не, я хотел сказать маньяка, но я имел в виду не это. Я имею в виду, что он похож на рыцаря. Ну что же, пошли искать его тупое животное. Ну-ка, нам надо идти на юго-восток от Милдреда, это неправильное направление. Да я иду на юго-восток, разве нет? Юг снизу, восток справа. Ну да, запад слева, потому что загнивающий запад. А север на юго-восток от Милдреда это неправильное направление. А где же тогда юго-восток? И опять готовьтесь к бою. Ну зашибись, сейчас я буду искать правильное направление. Черт побери, вы это видели? Это его самая мощная атака, и она просто уничтожительна. Блин, вот это напарника есть я выбрал, ну вернее, он меня выбрал. Что, теперь я иду по правильному направлению, что ли? Боже мой, это дерево. Это очень странное дерево. какая-то сразу куча деревьев. Извините, ваша тварь не там ли скрывается? Да, он сейчас не жалуется, что мы идем не по правильному направлению, но юго-восток, погодите, но восток же он справа. Восток не может быть слева, ну, черт, ладно, какая разница. Ну-ка, здесь я потерял след того существа, вот оно, вот он, говорит Агавейн. Нет, это не он, это, что это? Ой-ой, это скелет? Ё-моё, впервые, впервые дерусь со скелетом, я сразу применю против него самое сильное, что у меня есть, и также ту штуку на защиту. Ну да, он, к счастью, бьет моего напарника, у которого целая тонна жизней. Ну и мой урон достаточно высок, чтобы изничтожить эту тварь, такой жук-жук-жук-жук-жук, огромная комбинация, которая, разумеется, уничтожила бы скелета в любом случае, даже если бы он не был таким слабеньким сейчас. Сейв. Здесь ты потерял след того существа, наверное, нам надо спешить, пойдемте на юго-восток. Восток справа, он не может быть слева. Ладно, неважно. Что? Что? Вы это видели? Наверное, у меня что-то с графикой сейчас происходит. То дерево глючило, теперь вместо плюсиков какие-то квадратики. Зашибись. Просто это бред. Ладно. Я думаю, что возьму плюс две к ловкости, плюс одну к силе, одну выносливость, две сюда. Хм, две выносливости, можете? Еще две ловкости? Вернее, еще одну ловкость? Хрен его знает. Давайте, давайте еще одну ловкость. Черт с ней, почему мне не стать ловким? Можно поспать, у меня, кстати, столько тентов, что долбоднешься. И вот, короче, в чем моя проблема. Куда не иду, он все время говорит, что нам надо на юго-восток, ты идешь не туда. Вот опять. Это неправильное направление. А где правильное? Он сам не знает. Может это? Нет, это неправильное направление. Мердя. Насколько я помню, именно у этого камня он потерял след. Теперь нужно идти куда-то туда, куда он не скажет, что это неправильное направление. По всей видимости, так, потому что все остальное испещрено, прямо скажем, ну не то, чтобы невидимыми стенами, но, видимо, прописано, что когда я подхожу к определенной грани, он начинает мне говорить, что я иду не в ту сторону. То есть, тут дело не в том, что я, например, иду не на юго-восток, а дело в том, что я иду не туда, куда он хотел бы, чтобы я шел. Думаю так. Вот сюда он, по-моему, мне опять скажет «Да, мы должны поспешить и идти на юго-восток». Ах, я связался с лунасиком, который одержим юго-востоком. Блин, проблема в том, что от камня есть только три пути, и по поводу всех трех он говорит, что это не то, и мы должны идти на юго-восток. то он толпанулся. Вот ты где это? То существо, которое я искал? Ну, наконец-то! Причем он мне как раз перед ним, по-моему, раз десять сказал, что мы идем в неправильном направлении. О, черт! Вообще-то я искал эту тварь, наверное, минут двадцать. Ой, блин, ай, эта тварь выглядит довольно стрёмно, я должен вам сказать. Похоже на оборотня, и у него двести пятьдесят жизней. Зверь. Ха, колотая рана, поскольку он может нанести мне огромный урон, и... Наверное, это хрень, которая... Ну-ка, ну-ка, погодите, эта штука пробивает защиту, да? Хм... Мне, соответственно, защиту особо-то и не надо. Здесь пишет... Бонус... Погодите, у кого бонус защиты? А, у меня бонус защиты, понятно. А ты, типа, уже ранен. Ага. Так, мне однозначно нужно вызвать у него кровотечение. Давайте, голову с плеч. Нехилый урон, кстати, ну, блин. Мы всегда будем ей бить исключительно колотой раной. Хотя нет, это, наверное, не совсем логично. Нужно переходить с колотой раны на что-нибудь другое, когда он точно меня не ударит. Так, вызвал ли я какое-нибудь кровотечение? Черт тебя знает. Вот так, пожалуй. Ой, что это? Ой, 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 сильная нога? Интересно, к чему бы это? Ну, короче, что тут у меня с ногами? Давайте, давайте так решим. Опять же, порез, и ты все еще на меня идешь? Ты ж гадина! Это, блин, урон называется. И опять же, следующий ход у тебя будет скоро, поэтому... А, ну да, насчет пореза это не важно. Блин, ну ты... Ну вот это вот я называю... Мужик часто бьет, е-мое. Просто жесть. Ну, я очень надеюсь, что порезы более-менее эффективные. Ха-ха! А после этой фигни он уже не пьет. Как своеобразно. Получается, что так или иначе моя тактика насчет колотой рана наверное была все-таки правильной. В любом случае, зверь повержен. И мои рассуждения уже не имеют никакого смысла. Вот так! Вот так! Спасибо вам за помощь! Прошу, примите в награду этот навык. Клык! Клык! Ты... Клык? Ну спасибо, да. Клык! Вы, должно быть, шутите. А далее, можете оставить этот клык себе. Ну, я скажу спасибо, хоть и смыщен, но так... Ну... Ну... Спасибо! Типа того. Вот. Эээ... Вот клык! Сейчас мне нужно уладить кое-какие дела, и он свалил. Эээ... Я, разумеется, получил положительные очки всякое такое. О, кстати, блин, я здесь не был никогда. Где бы я ни был, я здесь, мне кажется, раньше не был. Или стоп! Или был! Или здесь как раз я отвоевывал... Хотя нет. Я же не мог же здесь отвоевывать... Как это называется? Один из сундуков. Да ты ищи, ты сдох, нет? Да, замечательно. Вот что значит относительно высокий уровень, относительно много сил, ловкости и всякой такой хрени. Вау! Сундук, кстати говоря. Кто тебя охраняет, дорогой мой сундучок? Ой, ёж, что это? Что бы это ни было, оно, мне кажется, довольно... Ну и жизней же у этой твари! Кто это? Загонщик? К чёрту загонщик. Проклятый? Хм, как я поняла, загонщик особенно сильный. Лучше сначала избавиться от проклятого, но колотыми ранами. Одно я вам могу сказать наверняка, и я, скорее всего, умру. Чёрт. Не хотелось бы умирать, конечно. Но у них слишком много жизней. Могу бить я только колотыми ранами, больше ничем. Да, всё, я подыхаю. Даже лечиться, мне кажется, смысла нет. Чёрт. Могу ли я сразу загрузиться? Нет. Э-э-эй. В таком случае я умру. Так сказать, официально. Не-а-а-а! Я проиграл! А-а-а-а! Игра гейм-гейм-овер, короче. Калев последний раз сохранялся вообще, только не говорите, что перед зверем. Нет, перед этими ублюдками Вот если бы у меня была карта Непосредственно карта мира На которой я мог бы смотреть, где это находится И, так сказать, даже пометить это крестиком И потом вернуться Вот это было бы хорошо Они, блин, такие Хотя, знаете что? Нет, свой плюс, конечно, есть в том, когда тебе говорят Юго-восток, юго-восток, юго-восток Хотя, на самом деле, совершенно непонятно, где этот юго-восток И, скорее всего, не там, где, на самом деле, должен находиться юго-восток Но идея-то не в этом, не правда ли? А что же, у тебя жизни явно меньше Я думаю, наверное, колотая рана Или, черт с тобой, давай такой удар Да, я успел первым, замечательно А вот теперь уже колотая Только кому? Наверное, тебе же По-моему, игру нехило глюкануло И я переспал в палатке два раза Ну, ладно, черт с ним Я потерял палатку Почему бы и нет? Тупая игра Попробую найти тех скелетов С которыми я не смог справиться ранее Может быть, теперь я их всех уделаю? А вот и оно, место со скелетами Сюда было довольно легко прийти Давайте попробуем уделать этих уродов Я надеюсь... О, ну да, но у них хотя бы не по 250 здоровья Это уже явный плюс, не правда ли? Начнем с быстрой атаки на скелета, у которого меньше жизни И сразу же его убьем, замечательно И потом уже защитная колотая рана Я очень надеюсь, что я правильно это все понимаю И колотая рана действительно дает мне больше защиты Вау Вау Вот это мне везет И походу сейчас я его добью После этого критического Нет Давайте еще раз такой же урон Теперь-то он сдохнет Нет Ну, теперь я постараюсь перейти на колотую рану Очень надеюсь, что она действительно Даст мне больше защиты И, черт побери, он нанес мне 32 урона Ну, мог бы, наверное, и больше Поэтому будем надеяться, что все не так плохо, как могло бы быть Так сказать, меня спас критический урон И это главное Сейв Посмотрим, что в этом гребаном сундуке Сундук закрыт! Чтобы его открыть, нужен специальный ключ Ну, обалдеть Ну, просто обалдеть Просто вот Специальный ключей нужно видеть, или Хм Ладно Так я пошел в милдерю обратно Исследовать, так сказать, город Узнавать всякие новые вещи И еще один уровень Черт побери Я просто расту просто не поднял, а по часам Ну, давайте две выносливости Три ловкости Одну силу И одну эту штуку Да нет, чушь какая-то Три ловкости Зачем я взял три ловкости? Давайте вот две ловкости Как-то так Я думаю, что так будет норм Опять же, некая вещь, которая более заточена на силу Но которая мне, честно говоря, не очень нравится Да Убираем эту чушь И продолжаем свой путь в милдерю Здравствуй, мой дорогой город Я по тебе так скучал Ну, честно говоря, не очень сильно Но все равно Определенная степень скучания у меня таки была А вот прошу массово отметить это Интересно, все-таки На кой хрен мне этот клык? Неужели мне это действительно так или иначе пригодится? Вообще, что это за клык? Ну-ка, давайте-ка заценим Может быть, он у меня где-то здесь есть? Или, может быть, он у меня есть Я не знаю, где-нибудь здесь Клык, ты где? Значок Клык Завершенный В смысле, завершенный Хрень какая-то Клык зверя Охотничий трофей И чё? А, звериный завершенный Я же говорю, у меня очень плохо видно Что и где написано Ну, звериный так звериный Слышь, парень, так чё за тема-то, а? Может быть, ты мне ещё чё-то расскажешь Что ещё такой крутой? Так, значит, я хотела бы Повысить навыки Очень интересно И могу я спросить О, мгм Да, если ты хочешь повысить навыки владения мечом И что же вы хотите улучшить? Так, можете показать Несколько приёмов С этим лёгким мечом? Кстати, да, очень бы хороший вопрос Несколько приёмов с тяжёлым Да, мне интересно Насчёт лёгкого меча Кстати, надо Эй, я Выйти хочу Чёрт В общем, с лёгким мечом Я могу научить вас комбо А также задний удар Какой ужас Ну и название Комбо и задний удар Круто Скорее всего, действительно, я сейчас хожу именно с лёгким мечом Да, поэтому Давайте учить комбо и заднему удару Круто Лёгкий меч, комбо и задний удар Ну давайте комбо Это будет стоить сто сорок пять фигней Я готов Платить за это У меня нет с собой такой суммы Да, заплатить Отлично Ну что ну? Что будет учить? Ой, вау Блин Вы делаете это неправильно Пытайтесь держать меч более расслабленно Вау Нихрена себе Да ты молодец, Агавейн Ой, это Это вот так вот делается, да? Точно А теперь ты занаешь этот приём Господи Вокруг меня летают мечи Как жесть Так, я всё ещё хочу владение лёгким мечом Да, задний удар Звучит ужасно 95 стоит Я готов за это заплатить, разумеется Ещё не знаю, куда свои деньги девать Ну-ка Такая У меня не получается Вы делаете неправильно Более расслабленно И она постаралась более расслабленно Ой, это Вот так вот делается Да, точно Теперь ты знаешь От приёма Вокруг меня опять летают мечи Я должен был бы к этому уже привыкнуть Но это всё ещё кажется мне своеобразным Так Теоретически я могу попасть сюда Но хочу ли я этого? Здесь всё ещё нет ничего интересного Нет, здесь нет ничего интересного А жаль Так, здесь опять же Какая-то дверь вообще С огромной качеством Какой-то фигни Но Знаете, что я думаю? Я думаю, что Нет Что мы не будем обходить всё подряд Мы будем всё-таки входить вот сюда Ух ты ж, ё, кузнец Кузнец Это же вау У меня наверняка есть что-нибудь интересное Мол Добрый день Чем я могу вам помочь В столь Неспокойное время Ой, неспокойное? Вы о чём-то там Я даже не знаю о чём вы там Про ваших людях, например Мне наплевать на бандитов Надо про бандит У меня есть проблемы и похуже Действительно Я вижу Вы чем-то огорчены Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Не уверен, что вы можете мне чем-то помочь Уже несколько дней Я волнуюсь за своего единственного сына Он пропал Я хочу принять ваш квест Значит, возможно, я знаю, как вам помочь За разумное вознаграждение, конечно, такое И подмигивает так А первое, что В таком случае вряд ли я могу оказать большую помощь Думаю, вам надо устроить Кому-то хорошую взбучку Да, я принимаю квест Если вы узнаете, что случилось с моим сыном Я подарю вам лучшее оружие Какое я смогу выковать А ты за то, что он не сможешь ничего выковать Не правда ли? Так, где обычно играл ваш сын? Опишите вашего сына Не волнуйтесь, я сделаю всё Ну да, где обычно он играл? Он любил играть у моста Но он никогда не переходил его Я предупреждал его несколько раз не делать этого Опишите вашего сына Ему 6 лет У него светлые волосы и голубые глаза Очень круто Не волнуйтесь, значит, я сделаю всё, чтобы найти его Я пытаюсь не волноваться Но вы моя единственная надежда Так, а ещё мы постараемся с ним торговать Торговать У него нет достойной защиты Но, конечно, есть какая-то вещь, которая Магия защиты Вот не понимаю, это защита от магии имеется в виду Или магия защиты Чёрт знает, скорее всего, всё-таки магия защиты В прямом смысле этого слова Также есть кинжал Палка Меч Короче, ничего сильно интересного Но, с другой стороны, мне, я уверен, нужно тебе что-нибудь продать Я могу тебе продать лом, но не хочу Значок, но не хочу У меня также есть два пояса Которые я тебе продам Есть куча сапог Которые повышают ловкость, но они меня не интересуют О, есть два раза мои сапоги Несколько раз наручи Господи Магия поддержки не хочу Интеллект не хочу Выносливость плюс два, кстати, прикольно Потом выберу что-нибудь Ловкость Очки ущерба А вот, наверное, кстати, я это и надену Очки ущерба, почему бы и нет Ущерба от молнии мне не надо Мания поддержки Ущерба от льда Блин, как же много серьги дают всякую хрень на магию, а Прям диву даешься Я до сих пор, кстати, не умею ее использовать Прям жесть Магия защиты Ото льда Ущерб Жесть К черту всю эту одежу И эту одежу И эти топоры В принципе, к черту А вот это что? Это хороший кинжал Но кинжалы я не люблю Так что к черту Алибарды Очки ущерба увеличиваю Да, вот это мы, пожалуй, сохраним на время Мечи всякие И палки Которые мне, в принципе, тоже не нужны, по-моему Так что палки мы тоже все продаем О, у меня уже 1К И еще и 3 чего-то, короче Интересно А потом я буду доходить уже до показателя КК Простите меня за такое нелепое выражение Но все же Также интересно У тебя вроде ничего особенно нет Есть меч, который бьет Вау А, но он сильно на силу, понимаю Вот они бьют где-то 20 Ясно Ну меня полностью устраивает моя рапира Может быть, я и ошибаюсь Убираю ее Но меня она действительно полностью устраивает Хорошо Дорогой мистер кузнец потерял сына Мне стоит его найти у моста Я не знаю точно, сколько у меня получится Времени эта серия Учитывая все вырезы Но, пожалуй, на этом я временно останавливаюсь Все же мы сделали целый 1 квест Не правда ли? Это был Freemistar Bye